Вадим Николаевич Семенов, я хочу с тобой рассмотреть и благоустроить территорию походку Жуковской башни. Мы хотим предложить сделать парк и отобразить реконструкции Жуковской башни в плане и планировке этого парка. Если посмотрим на дуги и кольца, исходящие из самой башни, это радиоволны, которые исходятся из башни. А синие участки это бассейн, который будет давать свежесть и декор, я думал, у меня суть. Остальные серые части это парк и здесь можно будет наблюдать на самой башнировке и зеленую зону этого места. Если посмотреть, то это предположительный размер для человека, как это будет выглядеть и коммаштами. Желтым обозначены здания, где строят, которые сейчас находятся и портят мою вид башни. Мы предлагаем сделать из него гостиничный комплекс и далее будет его направление. Дальнее желтое здание это будущее парков. Возможно, это будет поддельный парк, чтобы не занимать территорию парков башни. И не портить реконструкции. В красном доме обозначены исторические здания, которые мы не можем сносить или переносить. То есть мы оставляем его в местах, который у нас сейчас, и никак не изменяем. Чтобы добиться, убрав часть зданий, которая здесь находится, вокруг башни, Мы хотим, чтобы жители города и гости столицы, которые ходили из здания метро, сразу видеть красоту эту башню. То есть не нарушался вид, не реконструкции. Это будет основная задача, чтобы люди сразу видели, на какую красоту эту башню, где они находились, и у прочих было найти территорию. Вот здесь представлены проекты, но не секрет, что сейчас башни находятся на территории телекомпании. Это раз. Требуется снести, на мой взгляд, очень большое количество зданий. Поэтому интересны цифры по реализации проекта. Это, будем говорить, художественный такой эскиз проекта, того, как можно реализовать и реконструировать данную территорию. Не более того, абсолютно верно. Это потребует достаточно больших затрат. Но здесь мы как раз повторим к следующему вашему вопросу. Рядом как раз стоит вот это здание, большим желтым кубом нарисовано. Это долгострой, который стоит на этом месте, но пока не верит, как я помню, больше 20 лет уже. Значит, это здание строилось для космической связи еще до пересрочной периоды. Значит, здание построено с такого материала, чтобы снести невозможно. Вот даже зарывать на это невозможно. Здание потрясающее, там есть и даже 5 метров высотой. 12 метров. Телеф-студии, это еще угодно. Значит, вот все, что находится рядом в Синии, которое там находится, ВКТРК со всеми своими структурами, которые находятся, значит, космическая связь, которая находится, это все легко туда переезжает. Причем в этом случае владельцы данных помещений на данный момент получают просто площади больше. То есть можно скомпенсировать даже их. То есть лучшего качества и больше. Более современные. То, что касается жилого дома, который там находится, скорее всего, его придется оставлять, потому что это уже как бы частная собственность. Жильцами здесь будет сложнее работать. Но я думаю, что они тоже не откажутся от того, что в непосредственном близости от их дома окажется некая новая парковая зона. Если же, конечно, какие-то вопросы могут быть, а не возникнут, в любом случае должна быть создана межведомственная комиссия. То есть все владельцы федералы, Москва, частные, соответственно, владельцы, они должны все садиться вместе и обсуждать оптимальный вариант реализации этой программы. Но программа эта зазрела, потому что все равно это сейчас похоже на некую, еще раз говорю, свалку пациентной Москвы, посреди которой стоит ржавая шумовская башня, и скорее уже на некую зону. То есть, конечно, так больше быть не должно, если же это не является просто политикой позиции государства и правительства Москвы. Если это их политика не позиция, то тогда я уже сказал, что надо делать, надо сносить и как-то, я хотел бы, все закрывать. Если же все-таки нет, то тогда надо принимать решение.